Ну что, привет интернет! 12 лет назад случилось вот такое ЧП в Америке. Разбомбили братьев-близнецов, но у меня 12 лет назад родилась дочка, вот именно в этот день. А еще вот 12 лет назад у нас на интервью сегодня Айдан Горибжанов. Вот, я, ну вот смотри какая логическая такая... Вы находите логику какую-то в этой цепочке? Если честно, нет. Ну, я хотел как-то, ведь и ладно, за лихваски начать, но не получилось. Вот, Айдан, спасибо вам за то, что уделили время, за то, что... Вообще, знаете, вам там очень многие клянутся, ну там, во всем, чем можно, да. То есть, условно говоря, там в любви, в уважении, очень с большим пиететом относятся к вам в интернетах. Я, в общем-то, присоединяюсь. Абсолютно согласен. На меня больше всего произвела впечатление ваша лекция, которую вы читали для наших казахстанских студентов в каком-то лондонском университете. Знаете, я как это увидел, зашел такой скромный, такой, даже чуть-чуть, по-моему, вы сутулились как-то, я не знаю. И, но после этого вот вы начали говорить, и я увидел вот на лицах студентов, они были очень поражены и очень, по-хорошему, так взволнованы. Надо полагать, у них таких преподавателей было нечасто. Знаете, я думаю, что преподаватели у них хорошие, особенно в лондонских университетах. Если серьезно на этот вопрос ответить, я вот стал замечать, что когда что-то происходит, какое-то там общественно-политическое событие или в области бизнеса, то большинство людей ведут себя как обыватели, что совершенно нормально. Ну, с фразами, да все они наверху воруют, или там, что бы они там ни делали, все равно там простому человеку от этого ничего хорошего не будет. Это нормальный обывательский подход. У меня определенное ощущение тревоги возникло, когда я понял, что многие люди, которые получили хорошее образование, которые по определению должны быть критически настроены к такого рода вещам, анализировать их, что они стали поддаваться определенной вот этой обывательщине, популизму, если так можно сказать. И немного, наверное, предвосхищая про Facebook вопрос... Заметьте, я его не задавал, это важно. Заметьте, не я первый это предложил. Так вот, захотелось просто немного, не то чтобы пообразовать или нотации читать людям, а просто тем людям, которые, по сути, есть люди, которые там будут возглавлять страну, там, большой бизнес, банки, там, через 15, через 20 лет. Те, кто получили хорошее образование, чтобы немного рассказать им свое видение и поделиться своим опытом того, как я вижу эту ситуацию на данный момент. То есть, тут нету задачи это объяснить всем и вся. Скорее, идея, целевая аудитория тех людей, кто готовится заниматься бизнесом, кто готовится заниматься финансами и, большей частью, как немного профориентация, так скажем, используя старое советское слово. Ну, я не знаю, я советую эту лекцию посмотреть вообще вот всем, кому интересно, что-то новое узнавать, потому что я, например, ну вот для себя абсолютно, я считаю, очень здорово вы объяснили суть проблемы, суть выражения многовекторная политика Республики Казахстан. То есть, я вот прям, ну вот я прям сразу все понял, то есть, что из нас исходит 4 трубы, да, то есть, одна принадлежит китайцам, вторая россиянам, третья шеврону, то бишь США, да. А 20 лет назад одна была только. Да, четвертая наша. Вот, по этой логике закончили вы. Ребята, с нами никогда ничего не случится, потому что такой противовес как бы сил, он не может как бы нарушиться слишком там все. Ну, дай-то бог, потому что когда у нас такие соседи, как там Россия, Китай или там большие западные компании, инвесторы в нефтегазовый сектор, действительно нужно быть очень аккуратными. То есть, я думаю, что это хорошо, что люди интересуются внешней политикой. Хотелось бы, конечно, всегда очень раздражает, когда, когда о внешней политике и вообще о соседях, о других странах рассуждают категориями пиндосы, там, русский в плохом измерении слова, узкоглазые китайцы и так далее. Это, конечно, нетерпимо вообще, а для такой страны, как Казахстан, очень важно. Потому что это все есть наши ближайшие соседи и партнеры. И тут, конечно, большая вежливость и политкорректность необходимы. Ну, это интернет, детка, я не знаю. Я что могу сказать? Там видели, вообще читаете же, да? Я же с интересом читаю. Там вообще обхохочешься. То есть, вот сегодня вообще абсолютный китч, когда вы написали, что почему-то вас забанил Ертаев, да? И вы видите там сразу какие обсуждения, да? Вы знаете, я, признаюсь, обсуждения не видел, потому что я утром это запостил, а потом побежал по делам. 80 комментариев уже на вашей публикации. Я вот перед съемкой смотрел. Кстати, Ертаев отписался, что, если вы не смотрели, я вам просто рассказываю, что Ертаев отписался. Что там Карибжанов, типа, возмущается? Я вообще, говорит, его не банил. Вот, говорит, смотрите, у меня в посте он сделал скриншот, у меня его это. Кто-то там начал писать, что если ты долго не ходишь на вот эту ветку, то типа Фейсбук автоматически... Тогда я приношу извинения. Приношу извинения. Я про Жомарта хочу сказать. На самом деле не принимайте всерьез все эти истории, как вы сказали, это интернет, детка. И иногда, мне кажется, дискуссии, которые в Фейсбуке есть, они напоминают какие-нибудь рестлеры, да, вот американские. Да, да, я понял. Стучат в грудь, прыгают. Красиво. Ну, как бы, понятно, что, во-первых, желаем успеха. Чтобы там бизнесы у него получались, и чтобы в будущем все хорошо было. Я так понимаю, что он очень трогательно к члену своей семьи относится. И дай бог, чтобы все было замечательно. Опять же, это, так скажем, это как аватар какой-то, да, где какие-то там виртуальные люди немного там виртуально друг друга между другом берутся. Хотя, конечно, есть и определенные разногласия. И не то, что разногласия, а разногласия, я думаю, что это вопрос подхода. Вопрос подхода заключается в том, он больше касается наших профессиональных финансовых вещей. Заметите, у вас рука левая чешется. Какой кошмар. Тоже шутка. Крившан вас чешет. Куда она чешется? Нет, ну куда она чешется? Я и так стресс испытываю. Извините, я, кстати, это один из, я тоже поделюсь. Потому что самый вероятный результат, да, что напишут в комментах, этот быдловедущий, не выговаривающий букву Р, испортил вообще все интервью. И всегда говорят, вырежьте нервов, оставьте Крившанова. Ну, 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 ну совсем без меня не получится. Ну, потерпите, пожалуйста. Знаете, я совершенно не ревную. Да, классно. Спасибо. Знаете, у меня еще такой вопрос. Вы очень, поскольку занимаетесь очень серьезными делами, если отвлечься от ваших веселивок в Фейсбуке, я еще тогда из этой лекции вынес, что у вас очень глубокое понимание международной политики, как раз-таки наших ближайших соседов, к которым мы должны с пиететом относиться. И в чем абсолютно согласен. Можете нарисовать такую нашим интернет-пользователям? Будет очень интересно, что сейчас вообще в мире творится. Потому что вот этот сирийский конфликт. Вы, кстати, у себя в профиле классно написали, что раньше все-таки не давали, кому попало, а про политику говорить. Мне понравилось. Многие мои товарищи, кто постарше, они подрабатывали как раз лекторами общества знания. То есть это был способ шабашки такой. Платили, потом стол накрывали. И говорит, мы такие вещи им рассказывали. Чего было, чего не было. Лишь бы водку наливали. Если хотите, можно и налить. Я думаю, после давайте. Не могли ли вы нам как это? Нет, серьезно. Просто у вас, вы по-другому видите однозначно мир. Знаете, я не есть специалист глубокий. При том, что в нашей стране они есть. И я не беру даже больших дипломатов. Такаев тот же самый. Или люди, которые на ЗМИДе работают, и они очень профессиональны. Много появилось. Я не думаю, что министр международных отношений, иностранных дел придет на интервью по чесноку. Поэтому, понимаете, кого поймал, надо у того спрашивать. То есть, опять же, мой ответ, он все равно немного дилетантский. С точки зрения, понимаете, мы все-таки в марксистские времена росли. И привыкли к тому, что главное это базис, а политика это надстройка над экономикой. Почему-то я думал, что вы так изначили. В Бастове, мне кажется, наших внешнеполитических устремлений к Казахстану действительно лежат экономические вопросы. Не беря уж и другого комплекса национальные отношения, межнациональные отношения, религиозные и так далее. Я думаю, что с точки зрения Казахстана, опять же, наше будущее прекрасно. В том плане, что тот же самый Кашаган, он даст большое увеличение добычи нефти. Несмотря на мировые кризисы, которые были, есть, будут. Несомненно, то поколение, которое сегодня родится или завтра родится, дети сегодняшние, они будут жить намного лучше, чем те, кто сейчас. Да, абсолютно. Это экономика, это макроэкономика и это баланс добычи нефти, который мы видим. В том, в чем никто ничего не понимает. Да, и вы понимаете, что происходит, на мой взгляд, что, с одной стороны, экономические специалисты видят и полны оптимизма в этом плане, при том, что почему-то эмоциональная составляющая и восприятие людьми... Чтобы все плохо. Да, и оно не так уж хорошо. И оно и с бизнесом связано, потому что, опять же, какие-то активы, они стоят, там, не сколько цифрки показали. Так, конечно, да. Но, прежде всего, они связаны с эмоциональным, как бы, персепшем, да, восприятием будущего каждым конкретным человеком. То есть, условно говоря, там, какой-нибудь там концерт Кайрата Нуртаса состоялся с известными вещами. И то, что произошло, оно, как бы, у многих людей вызывает желание, там, где инвестировать деньги, да, потому что, понятно, оно не прибавляет социального оптимизма. В то же время... Честно сказать, мне кажется, хипстеры перепугались хорошенько, потому что это был такой удар в колокол. Вот мне так по ощущениям вот услышалось. Многие такие вот, видно даже было вот по сети, она такая притихла, потому что там, ну вот, оно раз вот и полыхнуло. Вот так вот. Вроде бы, да, все бытовуха, неправильно реализованы концерты, да, тут чуть-чуть вот это вот. И было страшно вот немножко. Да, да. И я думаю, что, действительно, общество в определенной степени больно, при том, что сам, как бы, организм, экономика... Здоров. Здорово. И я думаю, что оно связано в нашей стране, конечно, с главным. Это то, что у нас очень богатая страна, при том, что процесс перераспределения богатства, я не говорю, что он должен быть там всем равным по частям, там еще какие-то, но, по крайней мере, он должен быть более прозрачен. И то, как эти богатства распределяются, тратятся, оно должно быть, несомненно, более открыто. Если этого не произойдет, то вот такие проблемы, как мы говорили, да, связанные с сельским населением, с теми людьми, у которых не очень удачно получается найти работу, или которые имеют низкооплачиванную работу в том же городе, где, действительно, там ездят Бентли и издаются куча глянцевых журналов, где разные люди фотографируются в бриллиантах и так далее, оно, конечно, оптимизма не добавляет в этом плане. Ну, тут еще, видите, опять же, политика наших вот соседей замечательных, да, я вам просто расскажу, я вот уже, признаться, две недели, да, об этом думаю. Вот у меня есть знакомые, они уехали из страны, вот буквально недавно, да, совсем. Я, молодые ребята, он отличный этот отделочник, строитель, она очень высокой категории повар, вот. Я говорю, что вы, куда поехали, зачем, все же здорово, к нему очередь стоит, ну, представьте, у нас стройка в Алма-Ате, то есть, ну, классному отделочнику, ну, стоит, он купил машину, там, куда ты ездишь, зачем, в Липецк. Я говорю, ты где? Вот, Россия сделала эту программу переселенцев, да, то есть, они едут в Липецк. Я говорю, зачем ты туда едешь? Я говорю, тут жди, вот, у тебя рок-н-ролл, вот. Он говорит, ну, он даже мне это не может объяснить, что он туда едет, вы понимаете? Он поехал в какой-то Липецк, но наш вот сосед, они же сделали вот эту программу. И тут вот часто говорится о, все-таки, неправильной молодежной политике, мне кажется, да, то есть, ну, она есть вообще, я не знаю, вот вы вот чувствуете, нет, есть она. Мы куда-то не туда зарулили, но, нет, ну, вообще интересно. Ну, я к молодежи уже давно не отношусь, да, то есть, я, как бы, не хочется ворчать, ой, молодежь какая пошла, да, то есть, быть настолько неоригинальным. Вы знаете, просто мы немного привыкли к советским временем, ну, те, кто постарше, где, тем не менее, все были плюс-минус материально равны, где, там, были, конечно, там, дети, там, начальников и дети простых людей, но, тем не менее, вот этот разрыв, он не был настолько зашкаливающим. Современная молодежь, она очень разная. И не вина, там, человека родиться, ребенка, там, в очень богатой семье, или в богатой семье, или в успешной семье, и так же, как и в бедной, да, но, объективно говоря, стартовые условия у детей или молодежи разных социальных слоев очень разные, они просто чудовищно разные. И проблема, что, понятно, что богатые тратят на образование больше, чем бедные. А чем больше они тратят на образование богатых детей, тем больше усугубляется этот разрыв. И он усугубляется до такой степени, что дети становятся настолько образованными, что после этого начинают взирать на то, что происходит в Казахстане, как на дикую страну, где непонятно, что происходит, и чувствуют себя действительно уже западными людьми по менталитету. Я не обвинял их там во всяком непатриотизме и прочих вещах, это просто объективный процесс. Потому что, действительно, иногда, что греха таить, там, прилетаешь из Европы, там, ночью прилетает Луганзо, выходишь из самолета, да. Аптовка, барахолка, манты, манты. Темные улицы, манты. Таксисты в кожаных куртках, там, и так далее. И, действительно, определенный шок возникает, даже там, когда на несколько дней страны уехал. А когда вне страны прожил долго, то он усугубляется. И если эти, условно говоря, хорошо образованные люди в страну обратно не вернутся, то, что дальше, то, в принципе, действительно, на следующих итерациях этих поколений будем видеть большую проблему, что как раз вот этот вот интеллектуальный потенциал, он использоваться не будет, а ключевые позиции окажутся у людей малообразованных, или, там, совершенно не образованных, или людей с очень специфическими взглядами, там, на светское государство, или, там, на межнациональные вопросы. Это как вы толерантно изъясняетесь. Ну, да здорово, я понимаю, о чем вы. Вы очень классно, кстати, про Россию так ничего не сказали. Сейчас просто вот это реально насущная тема. Вот, кстати, полчаса назад все, выступил Обама и сказал, что бомбить не будем, потому что там Россия будет контролировать химическое оружие. Но мне вообще вот эта вот суть конфликта, очень много там разнополярных точек мнения. Вот все штыки, Айдан, если можно, вашу. Вы знаете, несколько моментов. Во-первых, у Сирии химическое оружие есть. Официально есть. И Сирия это признает. То есть это не история с Ираком, где там искали химическое оружие и в итоге ничего и не нашли. То есть оно объективно там существует. Сирия, большей частью, это государство шиитское, так же, как и Иран. И, как бы, уходит целая категория, целая лига региональных игроков на Ближнем Востоке, которые еще там Картера помнят, Брежнева помнят и прочего. То есть был такой президент Хафиз Асад, да, отец нынешнего Башара Асада в Сирии. Был хозь ним варок в Египте. Все это, как бы, проецируется на арабо-израильский конфликт, на различные войны, да, которые региональные происходили в регионе. Сирия была, знаете, традиционно, как бы, оппонентом Израиля, но в то же время, после много-много лет уже, каких-то серьезных столкновений между ними не было. И, в принципе, это был такой холодный мир, который обе страны устраивали. И у меня ощущение, что и Израилю тоже не очень нравится то, что сейчас происходит, потому что, ну, в заложниках этой истории оказывается как раз Израиль. Я думаю, что зачем все это надо, никто не может внятно объяснить, ни в Европе, ни в Америке. То есть даже в эту доктрину, да, американскую, которую предусматривало, там, и Косово, и Сербию, и Ирак, и Афганистан, ну, никак невозможно объяснить, зачем нужно вооруженное вторжение в страну или вооруженные удары. Я думаю, что многие арабские страны в заливе, в частности, Катар, Судовская Аравия, хотят играть большую роль во внешней политике, сообразимо своим деньгам. Ну, богатые страны. Они просто так немножко, да, хотят, ну, выйти на мировую. Да, это амбиция. У Турции созрела для региональных каких-то амбиций играть более активную роль в регионе. Тем более, опять же, на фоне внутренних проблем, которые были в Турции несколько месяцев назад, нет ничего лучше, чем победоносная небольшая война. То есть такое ощущение, что подталкивали ко всем этим проблемам скорее близкие соседи, или там арабские страны. То есть Обама как раз и оказался поставленным каким-то образом, не заметил, не заметил, и вдруг, ба-бах, да, я завтра должен к микрофону выйти и что-то сказать по поводу серии. А потом, что интересно, а все вот эти его партнеры по блоку НАТО взяли от Крыма? Да, причем хорошо всегда сослаться. Мне парламент запрещает, а у меня там выборы на носу, у меня еще что-то. Но, по сути, конечно, никто этого не хочет. И я думаю, что может быть, как бы большая надежда, что та роль, которую Россия сыграла в выходе из этой ситуации, в этой элегантной формулировке, да, там, химического оружия под контролем в России, или там, как она будет выглядеть ООН, я думаю, что оно показывает, что все-таки, ну, это начиная, как про Фейсбук мы говорили, что есть какие-то виртуальные войны, где люди могут там обмениваться оскорблениями, еще что-то. Но в тот момент, когда действительно встает вопрос войны и мира, и серьезных вещей, что большие страны, они к таким договоренностям способны. Это хорошо, дай бог, чтобы оно так и получилось. Знаете, один пример приведу. Летел в самолете недавно в аэропорту, встретил одного человека. Он иранец, который уехал из Ирана в 79-м году, когда произошла революция исламская. Он насел в Швеции, стал шведским гражданином, там, семья у него появилась, а в Казахстане он живет уже, наверное, 15. У него бизнес, он известен вот в кругу этих экспатов, что называется, да, алматинских. Он, по-моему, бизнес, он продает западные газеты здесь, для гостиниц, для авиакомпаний и так далее. Я его встретил, и он очень активный человек, очень такой оптимистичный, хорошо к Казахстану относится. И тут он чуть не плакал, и говорит, я не могу спать уже вторую неделю, потому что я вообще не понимаю, что происходит в этом мире, какой ужас и так далее. Я никогда не видел такой эмоциональной реакции от человека уже пожилого и не очень эмоционального, ну, как бы там по большинству вещей. Оно, конечно, очень тяжело. Ну, вот такой вот он мир, как говорил Горбачев, противоречивый, но целостный. Давайте уйдем в миры внутренние, с внешних внутренние. То есть для вас вот философия вообще как наука, она существует? Вы знаете, я философию плохо всегда понимал. Ну, я как бы в пределах институтской программы, ну, все там Канта, Гегеля учили. Ну, так, чтобы... Кто гугли, да? Ну, так, кому как. Но, так сказать, что вот свободно я оперирую вот этими понятиями философскими и могу это объяснить по сути, а не какими-то дефинициями техническими, так я сказать не могу. Но, тем не менее, философия, конечно, наука, да, в отличие от генетики. А какая философская доктрина, вот, у каждого же человека, у нее есть вот такая система, да, твоя внутренняя вот такое построение, то есть понятно, что это там где-то уже инсайдовая вещь, мы не можем там попросить, да, Идана Карибжанова выдать вот вообще со всем там своих оругвий, да, то есть вывесить сейчас тут свободный доступ в интернете. Это нет, но основные вот структуры личности, ну, например, для меня очень важна, допустим, в моей структуре личности, это вера. Если я во что-то не верю, вообще не могу делать этого ничего, да? Да, ну и вот, надеюсь, вы понимаете. Я понял, хотя объяснить, что это есть, это сложно, очень сложно. Миры тонкие. Ну, вы знаете, как сказать, есть материальная жизнь человека, да, связанная там с деньгами, там с бизнесом, с какими-то благами, которые человек приобретает или использует. И, несомненно, материальная часть нашей жизни очень важна, поэтому не буду оригинальным и скажу, что там деньги важны, важен там бизнес, важно качество жизни, важно образование детей, важно там безопасность машины, в которой ездишь и прочее, прочее, там красота одежды, которую носишь. Что касается более духовных вещей, прежде всего, мне кажется, оно связано с тем миром, с теми людьми, с которыми общаешься. Ну, больше в реальной жизни, конечно, да. То есть, хотелось бы, чтобы друзья тоже были успешны. Хотелось бы, чтобы там какие-то там менеджеры в какой-то там государственной компании, те, кто имеет право и имеет соответствующие качества там для того, чтобы делать карьерный рост, чтобы они это делали. Хотелось бы, чтобы там государство не потратило лишних денег на что-то там и так далее. То есть, мне кажется, этот человек должен какое-то добро нести, но я не с позиции там в госпитале ухаживать, еще что-то. Это абсолютно необходимо, это нужно. А к тому, что, мне кажется, мы больше добьемся, если каждый в своей профессиональной сфере будет пытаться как-то немного сделать все более гармоничным. Негармоничным в этом, в этом негармоничном мире. Ну, вы неоднократно заявляли, это вот прям, я считаю, это один из ваших таких мощных девизов, что не мешало бы всем хорошо исполнять свои профессиональные обязанности и становиться перфекционистами в этом отношении, чтобы люди повышали качество того, чем они занимаются. Ну, кстати, вот у нас, смотрите, вот вы же финансист, правильно? Был. Нет, ну ладно, наверное, бывших-то не бывает. У нас где-то миллион сейчас, да, финансистов в КЗ. Помните, было же вейдие, вот все и обманули в юрисах финансисты. То есть их много же, да, наверное, финансистов. Но, по-моему, настоящих их тоже очень мало. Ну, я думаю, что в нормальной экономике, которая не вейдиями живет, а саморегулируется. Рано или поздно количество финансистов, юристов versus врачей, инженеров и тех, кого сейчас не хватает, оно в какое-то равновесие придет. Понятно, что это вот как поворот большого танкера, да, то есть для того, чтобы он там развернулся, ему там еще 20 километров нужно проплыть, да, то есть даже если сейчас реагировать, то результаты там через 10 лет только видны будут. У меня ощущение, что, и это не только финансистов касается, и не только в Казахстане, что хорошая работа, успешная, востребованная там, где человек нужен, она где-то на стыке разных профессий находится. То есть никому не нужен там, условно говоря, там, или много финансистов, просто финансистов, так же, как много айтишников, предположим, да. А вот, например, айтишника с образованием финансиста или финансиста с образованием айтишника, или человека, который понимал… Или айтишника-менеджера, управляющего проектом. Да, их нету, ну, на стыке. И я думаю, что те, кто хочет хорошую работу получить, они прежде всего должны пытаться получить какие-то два смежных образования, потому что с помощью вот этой вот смежности оно, конечно, всю жизнь кормить людей будет. Вот в продолжение вот того, о чем мы сейчас говорим, давайте такой заповид, некий такой карибжановский, да, помните, заповид был наставлением у Шевченко, да, то есть поэт «Я кумру, то похуваете меня». Ну, так не надо. На Украине мыло посреди, посреди, степень широкую, вырыти могилу, чтобы выезжать на кургане. Да, да, чтобы шаблони, широкополы, бипы, там что-то было, выдух, ну и так далее. Так вот, много молодежи смотрит эти программы, и вы как раз застали вот этот период, когда человек из МГИМО завозил в страну красные и зеленые пиджаки, понимаете? Да, это сейчас мы видим абсолютно рафинированного, там, суперкультурного, образованного человека, да, но вы же столкнулись вот с этой нашей изнанка-то, извините, пиджаками. Она нам очень нравилась, кстати. Поэтому, в общем-то, между вашим путем и путем вот этих ребят мало различий, вот которые, допустим, ну, допустим, он получил не очень там хорошее образование. Вот он сейчас сидит и смотрит, да, там, сидит, уважаемый человек, да, который стоит там, ну, много денег, я не знаю, там, все, пытались у вас выяснить, ну, мне не очень интересно, если честно, ну, возьмем такую среднюю цифру, много, да, то есть, и ему, как ему действовать, вот, как ему выстроить правильно его жизнь, потому что от таких людей надо узнавать. Попробую так сказать. Вопрос про бизнес. Сейчас много говорят, там, нужно оградить бизнес от вмешательства, там, милиционеров, полицейских, финансовых полицейских, санитарных врачей, декриминализовать уголовное, мне кажется, основная проблема бизнеса тем, что люди перестали заниматься бизнесом у нас. Да, потому что в 90-е годы, как бы, позорно было работать на государство. Любой нормальный человек должен был быть бизнесменом, там, кто побольше, кто поменьше, но, тем не менее, бизнес, вот, он, как бы, там, герой того времени, да, пусть он в малиновом пиджаке, пусть он с цепью, пусть он немного этого, но, по сути, бизнесмен, это была престижная работа, да, это был хозяин жизни, там, ну, там, генеральный директор был, действительно. Да, вспомните даже вот анекдоты, устное народное творчество, да, там, 600-ый мерсендес, там, малиновый пиджак, ну, это, как бы, какая-то была вещь. Я даже тот же МГИМО бы упомянули, традиционно, в МГИМО много людей идут работать, там, в Министерстве иностранных дел, в КГБ, там, в разведку и так далее. Я сужу по своим однокурсникам, условно говоря, из, там, 200 человек, один только работает в государстве. Все остальные работают в банках, все остальные занимаются бизнесом. Честно сказали, до свидания. Да, честно сказали, до свидания. Сейчас, может быть, как-то оно меняется, но вот так произошло. Как-то обсуждали с коллегами, нет ни одного знакомого бизнесмена, бизнесмена настоящего, не тот, который там на тендере сидит в каком-нибудь... Ну, да, тендербег. Да, тендербег, а который бы младше 30 лет был, например, да? Ну, или их очень мало, они буквально штучные. Ну, посмотрите, вот, там, нынешние все министры, которых обвиняют в том, что они бизнесмены, они действительно бизнесмены, и в 93-е годы были бизнесменами. Оттуда и начинались, как таковы. Бизнесмен – это, значит, человек, который что-то отпилил от государства, откусил. Бизнесмен, он там вдоль с агашкой каким-то находится, который осуществляет функции крыши для него. Бизнесмена, ну, тут даже руководство говорит, что любого можно взять за руку, посадить в тюрьму, было бы желание. Бизнесмен – человек малоуважаемый стал. Ну, как вот… Ну, в принципе, да. Ну, он, может быть, не такой, как бы, малоуважаемый, как, я не знаю, бассенизатор, да, условно говоря, или, хотя тоже профессия, наверное, очень полезная, или, там, проститутка, но что-то уже не очень хорошо отдает от слова бизнесмен. И стало быть немодным бизнесменом. Ну, все хотят работать в Казмунайгазе, там, в Самруке, в министерстве. Те, у кого больше, как бы, физическое доминирует над интеллектуальным, хотели бы работать в силовой организации, или, там, дорожной полиции. Доминирует над интеллектуальным, как этот Ульфа Петрова. Вы помните, как его, моя любимая книга, там, когда остаток, этот, монтёр Мечников, он говорит, Дуся, вы меня это обижаете, да, он говорит, хорошо излагаем. Вот, и, мне кажется, вот, важно чуть-чуть сделать так, чтобы поняли люди, да, и тоже, чтобы бизнесменам работать хорошо. У вас нет начальника, да, особенно идиота начальника, который, там, требует, там, в 9 утра на работу приходить. Учения устраивать, пристег разить. Учения устраивать, ненужные бумаги, там, делать, и так далее. Вы можете, там, распоряжаться своим временем. Хотите, там, ночью работаете, хотите, там, по телефону работаете, да, хотите, вообще, там, несколько, некоторое время работаете. Что, в принципе, наверное, если, там, сейчас кто-то наезжать будет, да, с помощью, там, социальных сетей, там, какого-никакого гражданского общества, да, что, там, скорее, неповадно будет тем, кто наезжает, да, там, каким-то воборотнем в погонах, нежели, там, честному бизнесмену. Но это надо еще на тот уровень для начала выйти, чтобы на тебя еще, там, что-то наезжать начали. Я понимаю, что быть каким-нибудь из Форбса гораздо легче, чем быть небольшим хиоскером. Вы писали об этом, что генерал с погонами, или это у Башкеновой на интервью я читал, что вам легче люди, которые уже вышли на определенный уровень, и они от этого давно уже застрахованы, потому что им точно надо подумать 10 раз о возможных этих последствиях. Скорее всего, да, в какой-нибудь мелких лавочниках, может, никто и морщит. Да, бизнесменам работать кайфно, особенно, когда получается, когда там деньги зарабатываются, и партнеры хорошие. Картовым бизнесменам не нравится. Ну, размер не имеет значения. Спасибо. Вы утешили. Конечно, особенно в вашей интерпретации, это очень смешно. Карижанов не утешил. Так что вот призываю как бы становиться бизнесменами, не пожалеете. Следующий вопрос, а как? Ну и славу призываю. Как? Тоже хороший вопрос, потому что не у всех есть там богатый дядюшка, который готов дать деньги для того, чтобы начать это делать. Проблема любого бизнеса всегда и нехватка денег, а если брать кредит, то там залоги нужны, ну и все там знают вот эти вот вещи. Мне кажется, надо начинать с торговли, ну, банально говоря, потому что торговля предусматривает то, что консигнации, там какие-то там аккредитивы нужно использовать и так далее. И плюс к этому он не требует капитала, он требует оборотки как таковой. А по мере торговли уже как бы из торговли можно уже вырастать, присматриваться уже к более каким-то фундаментальным бизнесам. Ну, торговля просто легкий путь входа. И мне кажется, торговля, понимаете, понятно, там, я человек постарше, да, я ко всем этим интернет-историям чуть-чуть отношусь, тем не менее, чувствую, что-то тут вот где-то меня тут, где-то меня обмануть хотя бы, да. Хотя просто как бы сложно понять это, те люди, кто помоложе, но с другой стороны тоже, там, все насмотрелись примеров, там, Цукерберга, там, еще чего-то, молодые люди, которые там миллиардерами стали. Ну, что, вообще, целая у нас формация есть, то есть они, ну, вот они реально сидят и ждут, когда вот случится этот фейсбук у них. Ну, хорошо, другое дело, что, конечно, там, путь, там, как от сперматозоида до маршала, да, там, для того, чтобы этого добиться, но у кого-то получится. Я к тому, на мой взгляд, если более приземленно к жизни говорить, казахстановская экономика как устроена? Вот есть нефть, она там добывается, там, часть там воруется, перераспределяется, еще что-то с ней происходит. И после этого вся страна в той или иной пропорции эти деньги проедает в виде сферы услуг, ресторанов, ночных клубов, автомобилей. Это, в смысле, это ваша финансовая картина, да, то есть, ну, так, то есть, это вы сейчас рассказываете, структуру, да? Она, грубо, если очень приближенная, она так и есть, к сожалению, да, понятно, что предпринимаются там героические попытки диверсифицировать экономику, индустриализировать, и их надо поддерживать. Понятно, над ними принято запаскалить больше, да, но, как бы, это полезно, это хорошо, и дай бог, чтобы получилось это усиливать. Но, тем не менее, основа экономики, тем не менее, у нас сфера услуг, ну, городской экономики, так скажем, в которой большинство там участников Фейсбука привыкли существовать, и мы с вами. И поэтому, я думаю, что есть какие-то ниши, которые давно заняты, и где там профессиональные люди этим не занимаются, ну, там, я не знаю, кто-то там сигаретами торгует, кто-то там телевизорами, кто-то тойотами, то есть, там, наверное, уже все. Но, тем не менее, так экономика растет, и много всяких вещей потребляется, которые могут быть нишевыми. Ну, я не знаю, какие-то там холодильные оборудования там для чего-то, чего-то индустриальное, или там, я не знаю, там, какое-то специфическое что-то там для ресторанов. Я не специалист в этом, и мне кажется, что надо находить вот такого рода ниши. Основной принцип, вот с чего начали, страна будет богатеть, люди будут богатеть, что бы там ни происходило, и какие бы там турбулентности политические не были. По мере того, как люди будут богатеть, они будут тратить больше времени на развлечения. И я думаю, что бизнесы связаны с предоставлением услуг развлекательных, я не знаю, там, кинотеатры, там, эти вот, там люди же собираются, там, что-нибудь, ну, бишь, фармак, партии. Вы, кстати, ходили в карман кинотеатры? Нет, в кинотеатры ходил, я хожу каждую неделю почти. Вели? Да, и с детьми хожу. Из-за этого, правда, у меня все время меняется, так скажем, тематика фильмов, которые я смотрю. Ну, они были поменьше, к мультфильму были, да, сейчас это уже какие-то там проблемы американских девочек в старших классах школы, да, там, и так далее, тинейджеров. Ну, иногда там... Соро, это серьезно, не доходитесь. Знаете, я был фильм по Акунину этого Федора Бондарчука, на вас похож, да, кстати, про шпионов 30, там, во время войны какие-то немецкие шпионы, ну, что-то такое. Я пошел туда, потому что там компьютерная графика, где Москва, как она могла бы выглядеть, если бы построили Дом Советов, вот, на месте там, где сейчас Храм Христа Спасителя, а до этого бассейн Москва был. И пошел со старшей дочкой, ну, где-то там 14 лет в тот момент было. Я устал в течение фильма отвечать на ее вопросы, что такое НКВД, а почему, говорит, этот Сталин этому Берия не верит, там, и так далее. А почему его убили, он же хороший был. То есть, у людей абсолютно, как бы, все боятся вот этой вот советской риторики, там, что вот ностальгия по Советскому Союзу. Мне кажется, вот, еще там пройдет 20 лет, да, ну, как бы, еще моложе основное население станет, и, как бы, специалисты по Советскому Союзу, это будут там, как специалисты по, там, древней Византии какой-нибудь, с посредним веком и прочим. Ну, почему нет? Ну, это нормально. Вот еще вопрос такой интересный. Надо полагать, у вас достаточно, было много случаев, когда вы руководили людьми. Были такие? Были. Вот. А можете свои принципы работы с людьми, как бы, основные выделить? Потому что мы знаем, что во многих наших казахстанских фирмах царят натуральные мадридские дворы. она бывает, да, то есть, нам реально подворная жизнь, то есть, это правда. То есть, не везде, но, тем не менее, это имеет место быть. Родственные отношения имеют большое место быть, да, но это нормально, то есть, это история, да, это, как бы, исторически так сложилось, никто их сейчас не критикует, но вот хотелось бы вашу вот картинку на менеджмент, на управление, вот, применительно вот... Вы знаете, да, и понятно, что и у нас, наверное, свои, мадридский двор тоже существует. И кто-то это может назвать, там, каким-то коллективным обсуждением, там, каких-то, там, принимаемых решений, или, там, кадровой политики, а можно назвать интригами. Это такой вопрос, где грань между ними такая очень неявная пролегает. Меня немного удивило, я вот в самруке поработал, раньше в Казмуной Газии, хотя сам, в принципе, из частного бизнеса, что... Там, понятно, в государственных компаниях все очень сложно, и там многослойность всяких разных людей, понятно, что там у многих есть какие-то покровители, кого-то там начинаешь увольнять... Ну, так все сложно, вот там вот этот, тот, этот, этот, там... Вот так вот все сложно. Оно сложно для человека, кто не владеет этим инструментарием. Если вы, как вот, как иностранный язык, если вы вдруг начинаете разбираться, этот, 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 то, в принципе, все понятно, да, то есть уже можно тогда вот это вот так можно сделать и так далее. Это знаете, как там, словом, я, там, наверное, там, Барселону, как, прошу простить, футбольных болельщиков, наверное, с Барселоной можно и не специалисту ее потренировать, да, но, как бы, может, там, Лигу чемпионов не выиграет, ну, там, что-то близко будет. А вот какой-нибудь там Ярославский шинник попробовать, да, там, или там вытащить туда, да, но, как бы, государственная служба подразумевает, что трудно назначать людей, увольнять людей, ну, потому что они приросли к ней. И поэтому, мне кажется, на государственной службе, в государственной компании, я в министерствах не работал, никогда не знаю, в государственной компании, важно вот эти вот научиться расставить вот то, что вам дали, пусть оно, может, не очень хорошее, или там было бы лучше, и так далее, так, чтобы хоть как-то двигаться вперед. А вот по поводу непотизма, больше всего я непотизма увидел в частных компаниях в Казахстане. Вот мы как-то пытаемся этого избегать, а вот я знаю очень много разных компаний, где количество родственников, да, просто не поддается никакому этому, и по мере того, как там очередная племянница или племянник, либо там из села приезжает, либо из Лондона, как бы раздувание штата в частных компаниях происходит. Ну, вот так, немного покритиковать частный бизнес. Ну, так, главное, чтобы эффективно было, то есть, по большому счету, я вот, например, криминала не вижу. Слушайте, ну, есть такая история, да, то есть, я вот недавно сидел там на Алла-Коле и разговаривался с одним товарищем, да, он мне рассказал вообще интересную вещь, что вот есть, допустим, село Аллу, да, большой такой, а люди разъезжаются в разные стороны, но они всегда держат связь, вот, жители этого Аллу. И есть, допустим, старики, да, которые очень большое влияние имеют на этих людей, даже если они уехали. Вот. И, ну как, это до сих пор работает? То есть, ну, что-то такого. Ну, есть, да и есть, да. Знаете, у меня один товарищ, я вспомнил, что вы рассказывали, который хорошо знает, как там устроена наша жизнь, государственная и прочее, сказал историю, вот, недавно прошла переаттестация государственных служащих, и там все обрадовались, когда очень много государственных служащих не сдали экзамен, да, ну, там, как бы, наконец-то, ну, и позлорадствовали. Да, да. Проблема, она в чем? Что большинство из тех, кто не сдал этот экзамен, это там не кабинетные чиновники восстанет, это у них образование есть, они там книжки почитали, к экзамену подготовились, они знают, как экзамены проходить. Не сдали в основном районные, ну, районные, которые на земле ходят, там, с людьми общаются, там, на их языке говорят, которые-то же не знают, там, какие-то там законы, там, еще что-то, как там они что-то должны делать, согласно новым инструкциям, и так далее. Они пролетели. Теперь что получается, что, что, либо нужно туда десантировать каких-то белых воротничков, которые боятся этих людей, боятся собственных людей, после Лондона, там, каких-то, да? Люди тоже, кстати, порадуются такого десанта, ну, в смысле, я имею в виду зрителей. Да, и это будет, конечно, достаточно оригинально, ну, после этого, и что, вот, немного про это задумались, ну, что иногда вроде выглядит очень все привлекательно, аттестации и так далее, а последствия таких, такого рода вещей могут быть другие. А этот район, таким, он там, 10 лет, поговорить с людьми может и знает, кому там дизель отгрузить, кому там кошару починить, кому что сделать. Кто врет, кто не врет. Кто врет, кто не врет. Классно. Ух, очень здорово. Говорите, какие книги надо читать, господин Каиджанов. Вы знаете, я все время боюсь этих вопросов. Назовите три любимые книги, там, три любимых фильмы. Нет, вот, просто я объясню. На меня, допустим, есть вот, я не знаю, десяток книг, которые коренным образом повлияли на мою неокрепшую психику. Допустим, тот же Ильфа Петров, тот же Булгаков. Ну, вот такие, как бы, базовые какие-то вещи, но они нанесли мне тогда, в свое время, очень такую серьезную, в хорошем смысле, травму. То есть, они реально вынесли мне мозг. там, я не знаю, я не знаю, и зачитывался поющими в Терновнике. То есть, мне очень понравилось. Знаете, я, так скажу, общечеловечески, я думаю, что все зависит от возраста, от того, чем человек дышит в тот момент. Ну, наверное, там, когда тебе, там, 12 лет, там, надо читать, там, трех мушкетеров, или, там, у нас, Томас Сойера. Когда тебе 45, и читать Трех мушкетеров, будет немного своеобразно, да, там, и так далее. Там, когда человек в периоде каких-то там романтических терзаний находится, да, там, одно, в другом возрасте, другое. Я так скажу, что очень интересна школьная программа, когда ее перечитываешь во взрослом возрасте. Потому что в школьные времена, да, черт его знает, зачем это надо, лишь бы сделать. Особенно преступление, наказание. Да, а когда уже на другом уровне, это так. Потом еще, конечно, оно больше, вот, которые молодые, которые уже свободно, там, английским, там, владеют, что читать на языке оригинала. Ну, потому что в переводе, конечно, очень многое, чего теряется. И, к тому же, там, английская литература современная, она, там, настолько богатая, и настолько интересная, что, я думаю, что касается профессиональных вещей, вот, я очень опасаюсь людей, которые читают книги, там, 7 нот менеджмента, там, 8, там, путей к тому, чтобы заработать миллион, там, 12 способов, там, еще чего-то, ну, вот, как бы, как бы, как бы, да, есть, конечно, там, профессиональные книги, которые, там, в Гарвардах, проходят, там, и прочих, это, как бы, это специальная литература, а есть шарлатанская, а есть шарлатанская, ну, вот, Наполеон Хьюг, я вам сейчас вспомнил, то есть, это, вот, это, как бы, по чуть-чуть дочитали, старина, вот, карнеги, да, да, это, тут, какие-то вот его ответвления, какие-то нишевые вещи, и так далее, там, всякие семинары на эту тему проводят, я думаю, что, а вот быстрый-быстрый вопрос, туда вот вклинись, вот эти, сейчас куча коучеров, вот этих всяких, вот, тренеров-продажников, там, чего-чего, это вообще полезно, не полезно, то есть, ну, я думаю, учеба, она лишней не бывает, ну, как бы, лучше, чем, там, пилом напиваться, или, там, что-то там, с другой стороны, мне кажется, мне кажется, что, что есть определенные, там, шарлатанства во многих этих, не во всех, да, потому что переподготовка кадров, и так далее, важна, по поводу тех, кто профессиональную литературу читает, я просто советовал читать газеты, уже там, электронные газеты, которые есть, там, я вот рекомендую, кто хочет разбираться во внешней поле, этики, в чем в мире происходит, не надо там в дебри лезть, какие-то журналы, иконами, за иконами, мне кажется, если его там раз в неделю читать, от корки до корки, то таким знатоком всего можно стать, что, что, позабудите все на свете, там, financial times читать, ну, это, наверное, там, профессиональный долг любого финансиста каждый день, или, там, ведомости тем, кто там, российской экономикой интересуется, ну, Жень Минджи Бауэлл, не знаю, наверное, тоже полезно. Окей, ну, про художественную литературу, вот, как-то не прозвучало, авторов, я понял, что надо всем почитать хрестоматию за восьмой класс, то есть, ну, ну, нет, вот авторы, которые на вас произвели впечатление, ну, здорово же. Вы знаете, не буду все равно кого-то делать, потому что, опять же, там, что назовешь, кого-то забудешь. Достаевки не обидятся, от чего служить? Достаевки не обидятся, а вот так прокомментируют, что, в общем, как бы мало не покажется. Вы знаете, если взять русскую литературу, например, то мне нравится Чехов. Если взять там какую-то мировую литературу, мне нравится Маркис. Из современных очень Памук нравится, Архан Памук. Из каких-то там ориенталистских вещей, да, я, опять же, прошу не путать всякие там пути самурая и прочую фигню, которая, в общем, специфический тип, как бы литературы для людей, которые там по-китайски и по-японски в Японии не разбираются. Например, для тех, кто хочет понимать там, на самом деле, многие проблемы духа именно японского, был такой писатель Мисима, который был ультраправый и устроил, перевар, пытался пуч устроить в 70-м году и, по сути, был последний из тех, как бы там, настоящих самураев, которые были, то есть это один из великих. Билетристика тоже интересная какая-то, то есть там какой-то там, на пляже, где-то там, вот там Дэна Брагу прочитать. Ну, в общем, в чем бы там по-моему, стрелялся такая. Рочитал, так и лучше. И в чемодане место сохранилось. Супер. Вот как воспитывается нас, вот в советское время, помните, учили, то есть давайте поговорим чуть-чуть о структуре личности. Современный человек, вот он какой должен быть с вашей точки зрения? Помните, нас учили быть волевыми, обливаться холодной водой, быть пионером-героем, желательно поймать американского шпиона и поехать в Артек. Я до восьмого класса верю Лова Людубинина. И, кстати, немало об этом и не сожалею. Я был одноклассник, мы вместе хоккеем занимались. Тогда модно было Динамо Алмата хоккей с мячом, но программа была в советские времена, в детстве, я говорю, там до 30 лет чемпионов мира будут в хоккее, а до 30 лет космонавтов. Получилось это? Близко, по-моему. Практически, да. Практически, да, в принципе, он сейчас в космосе. Меня удивило эта новость. Не может. Российского космонавта, который перед полетом уволился, причем он какой-то руководитель этого отряда космонавтов был и мотивировал тем, что я нашел другую работу более интересную. Вообще, жаль. Нет, в случае с космонавтами прям... Хотя осуждать его трудно, человек заслуженный, он, по-моему, три или четыре раза в космосе был, он там герой, то есть, как бы там, не испугался он, просто действительно, наверное, какая-то другая работа более интересная. Вот. А про что вопрос? Про структуру личности. Что надо? Да, вот как надо воспитывать себя, то есть, вот, у вас же это все так легко выходит, вот то, что вы сейчас говорите, но надо полагать за этим стоят там годы труда над собою. Я далек от того, чтобы там гуру быть, как делиться своим успехом, да? Я просто вот, чем больше живу... Вы прям на полной серии себя неуспешным человеком считаете? Я самокритично отношусь. Я так скажу, что чем больше живу, тем понимаешь, что когда там в детстве говорили там, там, не пей там холодную воду, там, не ходи без шапки на улицу, там, сделай уроки, да, там, или там, почему у тебя там оценки плохие в дневнике, там, соседи еще хуже учатся, там, однодосники, не равняйся на соседей, да, там, а почему они их должны не равняться, мы же там... Я думаю, что все опять же в обучении, как ни странно. И это обучение нам, чем раньше оно начинается, тем лучше оно результата приносит. И так скажу, что вот у меня в жизни самый сложный период, сложный, в принципе, когда я больше всего работал физически, ну, там, мало спал, там, как бы там сидел, там, работал, это был, наверное, там, восьмой-девятый класс. Что самое обидное, потому что восьмой-девятый класс как раз там начинается искушение, жизни, еще что-то, друзья, это, а тут как-то ты сидишь, и там, все там в кино пошли, и там, тогда, правда, развлечений поменьше было, но все равно, а ты там с репетитором каким-то сидишь, что-то зубришь, там, и так далее, но зато потом оно вот и отбивается, действительно. А вы в ГИМО сами поступили? А как еще? А там, да я понимаю вопрос, смысл какой? В ГИМО поступил я сам, причем... это было сродни подвигу вообще? Да и сейчас, наверное, сейчас, мне кажется, уже он больше материальный какой-то ценз там есть для поступления туда. Тогда это действительно было сложно. Я поступал два раза. Первый раз не поступил, один балл не добрал. Это было довольно сложно, хотя не так, чтобы нереально. То есть, в принципе, человек, который там, ну, к этому планомерно готовится и обладает системой знаний какой-то, то он мог бы постучить. Нам очень повезло, что как раз была перестройка, и пришел Шеварнадзе, Эдуард Амбросевич руководить МИДом, и он там устроил какую-то бучу в ГИМО, и там буквально было несколько лет, когда все было очень по чесноку, что называется, да? И это были там несколько лет, когда там феноменально там высокий процент там провинциалов поступил, там отличников каких-то там из этих там из провинции и прочих. Потом оно, наверное, как-то... Потом оно как-то снова рассосалось. Ну, вот так вот было. Там еще была определенная сложность, там сейчас бы, наверное, засудили за такое. По-моему, не больше, чем 10% девушек должно было быть. Отменили потом. Потом нужно было иметь рекомендацию там обкома, горкома, еще чего-то. Ну, как бы благонадежность, конечно. Да, благонадежность, и плюс это определенная сита, я так понимаю, было, чтобы меньше людей приходило. По поводу нечестности-честности, понимаете, когда там сдают в английский язык экзамен, представляете себе там человека, который там англичанина видел по телевизору только, да? Даже там он там может там в провинциальной спецшколе учился. Ну, в советское время действительно где-то было видеть. Представьте себе другого человека, который родился в Нью-Йорке, в семье там, я не знаю, консула, да? И он там, как бы, у него английский первый, да, язык в жизни, ну, по смыслу. И он сдает этот экзамен. Ну, то есть, тут не просто вот блат по звонку или как-то, да? Чисто объективная разность этих вещей. И вот то, что мы упоминали, что вот этот разрыв, он у нас тоже будет расти. Вот именно вот то, как оно тогда было видео. Он там это был в островах маленький советский, да? Сейчас это станет массовым. Причем, справедливо сказать, действительно, в силу естественных причин. Ну, он родился в Лондоне. Ну, а что ты с этим сделаешь, да? Ну, естественно, английская речь точно не режет. Ну, будет расти, но... Ну, все равно же небольшой очень такой, мне кажется, по ощущениям, не так уж много людей, которые могут себе позволить в Лондоне родиться. Я не думаю, что, ну, вот так вот, в количестве там соотношений, ну, сколько, ну, я не знаю, там, ну, 100 тысяч. Тогда или сейчас? Сейчас. Я не думаю, что вот прям, ну, что у нас, ну, есть у нас 100 тысяч таких вот людей, которые могут там уже родиться в Лондоне, да, там, семей, наверное. Да? Ну, сколько? Ну, немного же. Ну, про рождение я не знаю, хотя, по-моему, там, в Лондоне много кто рожает, да, в нынешние времена. Я... Не, ну, те, да, целью наворачиваются. Ну, там, по-моему, Америка в этом плане дает гражданство или как-то. Я думаю, что с точки зрения того, что произойдет поколенчески у нас, у нас будет происходить очень важная история. Что у нас, это даже не там политических там руководителей касается, а просто крупных бизнесменов, богатых людей, они стареют. Они в какой-то момент умрут. Ух ты. Ну, они там должны отойти от дел, там. Ну, то есть, начинается сложный процесс наследования, как таково. Да. И как он будет происходить? Ну, даже не в рамках страны, а в рамках там каждого конкретного там предприятия, да, там, семейного еще какого-то. Ну, сложно, да. Это будет очень сложно. И, а представляете, что там начнутся войны наследников за наследство, да, там, может, там кто-то будет несогласен с тем, как оно произошло. Или будут появляться там какие-то там незаконнороженные дети, там, вторые жены, там, еще чего-то. То есть, я думаю, что очень хорошая профессия сейчас это юрист по бракоразводным вещам и по таким вот вещам с точки зрения английского и казахского права. Ну, причем этот юрист, он должен быть вот по вашей методологии владеть несколькими смежными профессиями, да, то есть, потому что у нас, знаете, парню, из Оксфорда пойти на семейную разборку. Я не знаю, это надо духу вагон иметь. Знаете, мы один раз одно предприятие покупали, в России это правда было, там директор пожилой был, красный директор. Он приватизировал в свое время там завод и, в общем, там управлял. И завод, он предложал ему часть и часть его зятью. То есть, они вдвоем там были руководители. И вдруг у них такая беда, зять надумал разводиться с женой. И они люди... С дочкой, да. Они люди разумные, там, на семейном совете, ну, раз на любовь, что же делать. Ну, решили, что чем потом друг другу жизнь отравлять, завод надо продать и деньги там поделить, там пропорционально, по-честному, по-честному. Сказано, сделано, они продали, а мы купили. Прошел год, я потом интересуюсь, как там. Самое интересное, зять с дочерью помирились и, в общем, живут дальше, припевают. А дед бросил жену, женился на секретарше и, в общем, проматывает теперь, как бы, там, доходы. Остальные заводы. То есть, все наоборот. Все вот. Но это перипетие. Это очень сложно. Вы знаете, Айдан, я не знаю, с вами вот хорошо, вот, заметили, да, что нету этого, какого, все вот, этой напряженки нет. Да, да. Сейчас уже, сейчас уже вот это все, в начале так это как-то все. Мы уже, честно, проговорили один час. Я, честно сказать, я вот думал в преддверии этого интервью, ну, е-мое, ну, реально, вот это тот случай, когда у меня не хватит мозгов. Вот, это правда. Ну, что вы так... Да нет, ну, я объективно себя оцениваю, так же, как и вы, да. Вы же говорите, что это тоже. Другой вопрос, что мне были вот какие-то интересные вопросы, а я на них сегодня ответы услышал. не знаю, как это получится, там внизу в комментариях все напишут, правда. Там уж напишут. Да, напишут, напишут злодеи. А ведь скажут, что их было четверо. Да, да, ведь скажут, что их было четверо. Единственное, я хотел вас поблагодарить. Вот вы знаете, я очень сильно удивился, увидев, вы как-то взяли, там, на Гонзо, да, написали. Для меня это был вообще культурный шок. Я, если честно, думал, я сайт какой-то перепутал. Думаю, это тут что делает? Вообще, кошмак какой-то, да? И за что хотел поблагодарить, вы вот, пожалуйста, пишите. Вот сейчас вы начали написать, у меня творческий кризис, там, Офин, прекратите вообще. То есть, почему? Потому что очень много людей, вот ты же не знаешь, как слово твое отзовется. И я вот очень, всех, кто может писать, кому дано, вот все-таки складывать вот эти символы в такие, изысканные какие-то вещи, я их прошу, ребят, вы пишите, потому что куча народу, которая вас читает, вы для них, ну, я понимаю, этим знаменем вечно трепыхаться в Фейсбуке очень сложно. Понимаете? Но... На мной коллеги издеваются уже. Серьезно? А что они говорят вот так, по-честному? Я действительно был в Мастаден на днях, ты там, они в шутку, конечно, то есть, ты так далее. Но все читают, так разумеется, и все как это, а вот ты, это не так написал, а ты вот это, ну, ты вообще там, что-то ты списался, надо как-то, и так далее. Ну, завидуют, понятно, завидуют. Серьезные люди. Вы их это, пускай чего вы уже. Ну, я как бы это, как ядерное сдерживание, понимаете, ну... Нет, вы, я думаю, что меня, ваши читатели и прочие, вообще, чтобы понять вас больше, то есть, нужно почитать, конечно, ваши посты на фейсбуке. Мне, если честно, вот еще немножко сложно с вами, ну, вот, дистанцироваться, потому что, ну, вот я на протяжении долгого времени, я вас регулярно читаю, и вы понимаете, в принципе, у меня ничего сегодня так особо. Меня все спрашивают, а как ты вообще там оказался, да, ну, как бы... Я слышал, что с дочерью что-то там такое. она такая есть, в общем, мы были на отдыхе, ну, и говорит, папа, ты отсталый, у тебя там даже там аккаунты в фейсбуке. Ну, да, сейчас я сделаю это. Ну, как бы там, появился у меня аккаунт, а я плохо, до сих пор я там эти кнопочки, там, как стирать, там, иногда какие-то ошибки делаю. Я тоже ничего не понимаю. А там же есть функция, где вот только ты записался, и там все контакты твоей этой книжки, которые есть, всем там разостать приглашение. Я с дуру нажал на эту кнопку. А я только из самрука ушел работать. Понятно, у меня огромная записная книжка, и очень много людей, которые еще меня может ассоциировать как бывший начальник, но все равно, черт его знает, в друзьях. Да, да, ну, понятно, в мазике, конечно, не вопрос. И у меня там сходу там, как бы там, раз ты, ты сейчас там друзей образовывался. Первый же день. Первый же день, да? Я не понял, что произошло, да? Какую-то фигню написал, все чего-то. Все такие, у-у-у, давай, мы хотим у тебя ребенка. Не, начались такие, ты же с ума сошел? Ты-ты-ты, и так далее, нет, фейк, и так далее. Потом начались какие-то истории про политтехнологов, что я есть отсобирательный какой-то... Да-да, что там, я слышал, что там сидит там этих копирайтеров. Какая-то редколлегия есть, которая чего-то делает. Тут средколлегии, честно говоря, нету. Ну, я думаю, что этот литературный негр давно бы проявился и так далее. он на редкость упрямый. И очень скромный. Такой пацан, уже бы не выдержался, но это я, Кребжанов, на самом деле. Ну, ему сейчас признаться, кстати, это нормально, сразу в космос. Да, или там по поводу хоть про властность. Я представляю, как там, если глава администрации президента ставит задачу, что там, ты на следующий день там три анекдота расскажи еще, какой-то. Очень смешно, да. Утверждают официально, да. Ну, опять же, у нас все привыкли к теориям заговора, то есть, что все нам уже сложнее, чем есть. Это просто. Для меня действительно интересно немного Фейсбук, он как-то могучий такой для меня, то есть, он кормить надо время от времени, и так далее. Какой-то порядок навести, кто-то с кем-то поругался. В общем, не было печали, купила баба порося, да, и так далее. А вроде там теперь живой, какой-то. Нет, извините, там теперь уже читатели, их уже, причем им воткнуло вот это ежедневное шоу, понимаете, что там Кайфжанов сегодня издаст. Я понимаю, что в бизнесе можно бизнес продать, да, но как-то аккаунт продать трудно кому-то, да, можно, кто писает, нет смысла. Вот. Или, как это называется, монетизировать, ой, сегодня ел котлету в таком-то ресторане, да, какая вкусная котлета в этом ресторане. И завтра опять пойду в этот ресторан, адрес ресторана такой-то, такой-то, да, ну, что-нибудь вот там. Не, ну, тема, да. Вот. Ну, то есть, определенные там есть, но при этом... Не, ну, пиарщикам под колын я не знаю, но что делать. Не, ну, представьте, вы завтра напишите, что там такой-то, такой-то, ну, вот вы можете так же, как и Ликбайр, достать из сока вот эту салфетку и поверьте, у вас резонанса будет, ну, вот, столько же, да, то есть... Хоть проверьте, хоть поверьте. Не, ну, кстати... Фейсбук, он для меня тоже интересен, потому что, опять же, общество не знаешь. Ну, как бы, там, до Фейсбука, там, зайдешь на какой-то политический сайт, там, всякие комментаторы, да, там же вообще их больница. там, я думаю, что они, наверное, очень милые люди в настоящей жизни. Ну, очень страшно, я вот согласен, особенно там, ну, там они это доставляют. Ну, да, может, у них там своеобразные просто так... Повелось уже. Повелось уже, стилистика отношений такая. Такой, как корный класс. Вот, и в Фейсбук, ну, как, узнаешь, как вот образ мышления, как люди думают, да, как они на какие-то там события реагируют, потому что, думаешь, ну, как вот на вот это и вот так, а вот на вот это вот так вот, да? Забавно. Нет, там еще, я заметил, все начали играть изначально в игру, ну, короче, что-нибудь сделать с Карибжановым, да? То есть, нет, ну, вот я видел просто вот, допустим, Рашев написал, помните, вы наверняка... Очень хорошо написал. Нет, хорошо написал, да, то есть, ржачно, но... Я не согласен по содержанию, понятно, но по форме, изумительно. Нет, я же хорошо пишу, то есть, а потом за вас селась Башкенова, да, то есть, это сейчас, знаете, некий такое идет, ну, такой, ну, всем что-то, все какое-то хотят сделать вот уникальное вот это вот интервью, то есть, Гульнара, ну, у него такое вот жесткое интервью было, я там, я вот по тексту смотрел, и по раз там закипели, по-моему, да, так достаточно. Вы знаете, на самом деле, оно выглядело более жестко, чем было на самом деле, во-первых, мы достаточно долго беседовали, мы по-доброму. Я потом выписал, она опустила глаза, в пол Машкенова, да, ничего этого не опускала, я потом читал, я все. Я думаю, это метафора была, метафора. Вы понимаете, наверное, просто мы очень по контексту темы, как таковой, я готовился к более предметной теме, не за жизнь, а там, по поводу, там, чего-то, там, я знаю, тынгиза, казмуная газа, там, финансовую систему. То есть, я, честно говоря, перепутал, может быть, сам формат того, о чем я говорю. А плюс к этому еще, вот, вот это, там, как бы риторические вопросы, на которые ответов нету вообще, ну, при всем желании, или можно отвечать, но это очень технически и долго отвечать на эти вопросы. А быть там, как бы, шершавым языком плаката, там, лозунгами, отвечать на риторические вопросы, вот примерно так. Ну, это уже чуть-чуть другое. если бы вот такие речи, да. Ну, в принципе, мы, по-моему, там нормально расстались, я потом чуть-чуть пародию написал маленькую, ну, так это уже будет. Нет, интересное интервью, я, понимаете, я говорю, мне вот сложно, это вы, наверное, замечали, что вот, а если долго человека читаешь, вот отслеживаешь, да, то у тебя есть какие-то там, ну, свои какие-то такие таракановые вопросы к этому человеку, но ты же понимаешь, что они уж точно не будут интересными, там, ну, я не знаю, там какой-то широкой аудитории. Интересно, вот чисто творческие, это какие-то новые формы поискать, то есть, понятно, я там за год чуть-чуть начал понимать, там, если хочешь лайков много, напиши, как ты там детей любишь, борщинистую маму, там, еще чего-нибудь, да, там, как важно, там, быть мудрым в этой жизни, что там, тот дорогу осилит идущий, без труда не вытянешь шрифку из пруда, много таких вот вещей, да, там, и так далее, тем более она должна быть чуть-чуть связливая, чуть-чуть такая с надрывом и так далее, определенный, как бы, там, флер, вот на самом деле, Карибжанов жгет, сейчас сидит, вот он сидит и жгет, не, не, давайте, не помешает еще какой-нибудь флер такой, фатальности всего там, как бы, там, и так далее, но, все равно, да, мы пробьемся только потому что, и так далее, это, как бы, если хочешь лайки, и так далее, ну-ка, коменды, да, проблема, что, в какой-то момент, когда вот, умеешь изготавливать этот продукт, интересно, да, там, как бы, вот, мне, наоборот, когда уже много всех этих участников, там, 5000, мне вот интересно, наоборот, что-нибудь такое вот, провокационное, пусть его, не, пусть не понравилось людям, да, но зато вот посмотреть, кому понравилось, кто такие извращенцы, кому это понравилось, или наоборот, что-то вы такое, в общем-то, я вас заполучил поговорить, в обычной жизни, ну, это вероятность, ну, в общем-то, ну, честно сказать, нулевая, да, то есть, как бы, а благодаря интернету, там все-таки есть какая-то вот это вот, фейсбучное вот это, братство какое-то, вот это блогерское, оно, ну, что-то, оно понятно, что там это, я вот честно скажу, не этот, не сторонник собираться вот этим, вот, бутаковка и так далее, оно может напомнить, но вы когда-нибудь были на встрече одноклассников спустя 20 лет, да, это, лучше пусть эти люди в душе, как бы, не охранят этот образ, как они его хранят там, не, ну, вот вы зря, я вот тут с вами поспорю, потому что, если ты хочешь вот каких-то, интересных таких ярких ощущений, то надо сходить наоборот, понимаете, потому что, да, вы думаете, мне адреналину и так не хватает, ну, нет, пусть это образы, ну, я понимаю, получается, это шутим же, вот, но, пацаном весело, я вот ходил, ну, ничего так это, вот, не, я, честно сказать, тоже существо малообщественное, то есть, я люблю дома быть наедине, мне хорошо дома, да, вот, я себя хорошо чувствую, я лежу там дома, ну, это опять же, я пить бросил, просто 6 лет назад, вот, а трезвому ходить на всякие вот эти пати, это вообще абсурдно, высшей степени, то есть, это невозможно, без наркоза, вообще никак, никаких шансов, я вот, ну, немножко мне сложно, вот, и я как-то больше, вот, но, мне сеть очень нравится, я фейсбук считаю, твиттер, проще и прочее блоги, с огромным удовольствием, потому что иногда что-то как напишут, вот, действительно, что-то такое... Бывают очень остроумные, даже не обязательно посты, а как комментарии, или там одна фраза где-то, да, просто изумительные бывают, и меня еще это очень сильно успокаивает, что очень много, как мы видим, прикольных, интеллигентных, нормальных людей, потому что, ну, вот, в обычном, вот, в твоем, там, ну, ты работаешь, в каком-то, вот, в твоем мире, их не может быть столько, а вот в фейсбуке, допустим, их может быть много, вот, тут, там, что-нибудь Ертаев жгет, тут, что-нибудь Карибжанов, тут, Елик Баев, да, там, и, ну, я знаю, что вы не любите, когда сравнивают, я читал все эти комментарии, я не сравниваю, я перечисляю просто, да, то есть, вот, кого я считаю, то есть, я вообще считаю неправильно кого-то с кем-то сравнивать, то есть, это не совсем верно, там каждый уникум, вот, применительный к фейсбуку, там, как-то каждый уникум, вот, айдат, давайте, вы продолжайте писать, я не знаю, насколько вас хватит, да, то есть, как сами-то думаете, я думаю, как бы, выработку чуть-чуть снизить надо, да, да, вы же в день по посту, да, шарашите, вы знаете, у меня иногда бывает, я куда-нибудь едешь в самолете, да, там, делать нечего, там, несколько, там, их напишешь, такой, в стол, что называется, а потом начинаешь уже, как редакция, думать, так, это мы в четверг, это мы там, это в пятницу запустим, там, что-нибудь, да, не, ну, согласитесь, это же уже вот засосало достаточно в порядке, то есть, ну, да, ну, с другой стороны, опять же, это больше, как бы, это была шутка, ну, как бы, шутка затянулась, шутка затянулась, год, да, не, ну, год, ну, как, она уже, вот сейчас, мне кажется, это уже, вы понимаете, каждый, вот, Facebook, вот, вы, когда просыпаетесь, вы сразу туда залазите, или нет? Нет, ну, я сначала, наверное, там, почту посмотрю, там, интерфакс какой-нибудь, то есть, после интерфакса, да, нет, а многие люди, они просыпаются, и открывают, и смотрят, что им написали, в ответ на ихнюю публикацию, там сколько лайков, и вот таких приболевших товарищей, поверьте, их очень много, вот, и они утром заходят и ждут, что там сегодня отождет, это, ревжанов, понимаете, в очередной раз. Ну, вот, ведь, придется, придется думать. Не знаю, я, как, короче, вы пишите. Ну, вам тоже спасибо, как бы, интересная у вас передача, и, да, в реальности, еще интереснее с вами пообщаться. Не, а многие, знаете, вот говорят, сколько можно, полтора часа, час, это, ну, сейчас вот мы проговорили, да, все батарейки уже на телефонах позаканчивались, ну, на этих, на фотоаппаратах, ну, и что, ну, вот оно разговаривается, да разговаривается, а что ее выключать? То есть, это не чистое, вот, в виде интервью, мне, ну, мне не интересно так, да, вот. А потом скажут, помимо того, что он графоман, я, то еще и не могу, кто какой-то, часами болтает, остановиться не могу. Не, угорает, не, ну, уже это, мы говорили по очереди, если как положено. Вот. В общем, люди, я не знаю, что это получилось, но, как бы, ну, вот, вот так получилось. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего хорошего. Пребудет сила. Спасибо.